Отопительный сезон в этом году стартовал раньше обычного, уже 26 сентября, и почти все из более чем 10 тысяч самарских домов подключены к теплу. Если же батареи в квартире не греют, ответственность на управляющих компаниях. На них и большинство жалоб по телефонам горячих линий, которые работают во всех районах и в департаменте городского хозяйства и экологии. Депутаты городской думы считают, чтобы быстрее решить вопросы жителей, именно районы на местах должны работать активнее. Удалось решить вопрос двумя проблемными котельными. Компании, которые их обслуживают, задолжали поставщикам газа крупные суммы. Пришлось подключиться городским властям. Тепло пришло в дом на улице Смышляевской, заработала и котельная, снабжающая несколько домов в Октябрьском районе. Планированный срок заключения договора сессии сегодня, вторая половина дня, и, соответственно, розжиг котельных завтрашний день. Также администрация города Самара и департаментом, в частности, были направлены обращения в ОВД, в прокуратуру, в следственный комитет по сложившейся ситуации. Мы, конечно, отметили тот замечательный шаг, что отопление в дома горожан было подано заблаговременно. Те ситуации, которые сегодня озвучивали с тем, что тепла нет в некоторых домах, вот здесь, я считаю, все-таки нужно больше твердости проявить. Еще одна важная тема – ремонт фасадов домов. На туристическом маршруте привести в порядок нужно более 500 зданий. В этом году по государственной и региональной программам планируют отремонтировать 110 многоквартирных домов. Сумма вложений – почти 440 миллионов рублей. Также реставрируют пять объектов культурного наследия. Многие дома уже обрели новый облик. Программа реализуется с 2014 года, и работа в этом направлении с 2014 года велась. Если посмотреть на данный момент, то по многоквартирным домам полностью сняты вопросы по улице Куйбышева, по площади Куйбышева. Но есть и проблема. На только что покрашенных стенах некоторых домов появляются граффити, и здание теряет лоск. Мы говорили, усилить патруль со стороны полиции, усилить патруль со стороны ДНД. Конечно, это вопрос очень-очень серьезный, но здесь мы с вами должны работать с населением. Депутаты уверены, нельзя ограничиваться только туристическими маршрутами и основными улицами. Ремонтировать фасады нужно по всему городу. Привлекательными должны быть и дворы Самары. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.